И снова здрасте, ребятки. Мы выехали в красивенную посадку с красивыми видами, такие листики, но не ради посадки, а ради того, чтобы рассказать, еще раз делать обзор по нашему мотоциклу Bacach Avenger Cruise 220 Chopper. Это чоппер, дорожный мотоцикл, то есть он не спортивный, не горный какой-то. Судя по колесам, вы сами видите, впереди чуть поуже размер шины, сзади чуть по толщину, то есть он на дороге себя ведет великолепно. По песку он идет неудовлетворительно, поскольку это дорожник. Значит, километраж у нас уже 3300 пробег. Были у нас два дальника, один из них Бердянск, 560 туда, 560 обратно, потом Умань. Вот, ведет на дороге себя прекрасно, без проблем, без претензий, быстро развивает скорость, на обгоне легкий, под горку легкий. Он у нас считается очень по затратам социальный, поскольку литраж, расход бензина маленький и очень удобно, что по карману оно не бьет. Я очень довольный этим мотоциклом. Не подвел, неприхотливый, не греется. Именно тут же же радиатор стоит масляный, он охлаждает. Вот в жару ехали, ну, не перегревается. Вот ежак взять, ежак был. По мощности ежак, планета, там 350, 350 это. Кубиков? Кубиков, да. Там 7 литров расход. А здесь расход? И моща, ну, там бы, ну, не сказал бы, что больше, чем тут. Тут 220 кубиков, там 350, а тут 220. Смотрите, какая разница, а не уступает. А расход здесь какой? А расход горючего, там 7, а тут, ну, там, ну, 7, да, он там же двухтактный, он пьет бензин. А этот, еще с маслом, а этот 2,7, 2,7 литра на 100 километров. Мы ехали в Бердянск, 580 километров, мы не спалили туда за ветром, мы ехали в ветер, в спину, попутный ветер. Я его разгоняю до 90 и потом пускаю. Он мчится, масса хорошая, он тяжелый. Ежак, я помню, 130 где-то так, а этот 150. Он тяжелый, что-то, мощный такой, хороший мотоцикл. Надежный на трассе, но резина такая по пересеченном местности, он немножко надо, это, Леночка попискивает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а по трассе идет хорошо. На обгон мощность есть, именно что, 5-ступенька. Ну, просится еще шестеренка тут на 15, ну, надо на 17, ну, чтобы найти родную. То, что там переделывает, ну, то я считаю. Он на гарантии у нас, 2 года гарантия. 5 тысяч, и надо ехать, там меняют фильтра, ну, короче. Он у нас 33. Полный техосмотр, полное обслуживание. Мы 500 километров проехали, поменяли масло. Ну, и так, все, все болты, все гайки я проверяю, все нормально. Мотоцикл очень бюджетный. Вот, для нас, для большинства людей, именно, что он, ну, если ты купил, ты не лазишь под ним. Вот, и Жак был, там постоянно ты в масле, брюки в масле. Как ни крути там, а тут одна труба, так хорошо. О, она, там, крепление, Леночка, ну, покажи трубу. Вот, труба, она, там, на фланце капитально, не травит нигде, ничего. Мотоцикл, мы не нарадуемся, именно для двоих, прекрасный. Представьте, мы не спалили 580 километров, не спалили даже 15 литров. Короче, даже, я не знаю, 13, бак 13 литров. Он, он так, с виду большой, но емкость вишака, там, 18 литров, а тут 13. Ну, запас хватает. Тут, это, резерв. Резерв на 60 километров. Если у вас, ну, переключается все, вот, смотрите, все электроника. Тут все показывает, вот, посмотрите, поближе ли она. Вот сейчас. Включаем, все там, километраж показывает скорость, вот, цифрах. Бензин, вот эти вот, палочки, да. Уменьшение палочек, уменьшение количества бензина. Потом она мигает, уже, в подходе к резерву. Резерв переключается, ты еще 60 километров едешь, ну, до любой заправки 60 километров ты доберешься. Вот здесь включаются повороты. Вот нейтралка, тут горит. Вот поворотник, а, нет, поворотник, да, он мигает там. О, ну, его не видно. Как бы сказать. О, я поначалу забывал выключать иногда. Это я есть, я подсказываю. Да, у меня есть штурман, сидит, и повороты. Так, по поводу размеров. Кто-то мне, не один и не два человека говорили, что как вы умещаетесь. Ребят, то есть, я сижу на вот этом сидении. Видите, вот здесь. Между нами, вот такое, значит, от сих до сих у нас пространство, у нас еще может туда встать пакетик. Да, свободно. Килограмм 6-7 в этом пакете может ехать. Очень, да, именно с вами. И я спиной, даже и сзади ехала гитара в Бердянск. Вот здесь она была. То есть, и я не прижималась к Вите. То есть, у нас размер сидения позволяет сидеть. Мы специально, мы искали мотоцикл именно с пассажирским местом. Есть же мотоциклы без пассажирского или поднятая пассажирская. Мы искали вот именно... Ну, и мы купили, что хотели. Потому что нам по 20 с лишним, и нам нужен такой мотоцикл, чтобы нам было удобно сидеть и друг другу не ложиться на спину. Потому что я ездила пару раз, меня катали друзья моих детей на мотоцикле, на вот таких спортивных. И я просто лежала на водителе. Неловко мне, неловко ему, неудобно, тяжело. Это мой взгляд. Ну, поэтому мы искали с ровным сиденьем. Уровень масла, вот окошки здесь. Вот окошко одно. Ну, окошко тут. И когда он ровно стоит, тут именно масло вытекает и уровень показывает. О, Анулина, я наклоню. А ну, смотри, я сейчас... Ну, пошло? Конечно. Идет масло, да? Да, да, да. О, вот. Так, вот что там. Вот маслицо, бачите. О, и тут даже... Вот тут даже окошко. Тут вот окошко. Там метки видно. Зажигание выставлять. Вот метки, что мне надо. Ага. Именно что... Других фотоциклов надо снять, и там метка есть. А тут все удобно. Вот говорят это. А, ты по поводу цепи? По поводу цепи. Мы еще ее не обслушаем. Ее надо... Короче, делает натяжитель. Вот тут ставится натяжитель на роли, тут на подшипниках и фторопласт, типа. И он, когда натягивается, тут, понимаете, если он груженый, и получается, что цепь, когда на скачках, на этих кочках, именно, и оно растягивается цепка. А когда есть натяжитель, он это все на себя берет. И цепь в два раза дольше ходит. Понимаете, ну, нюансы это, типа, каждый, как бы, говорят, каждый себе мастер, каждый себе придумывает и делает вещи, которые, ну, чтобы продлить срок действия цепи, пользования цепи, да, чтобы она вам дольше служила. Ну, а эти кофры удобно, там что-то... Ну, мы просто хозяйственные, что мы... Ну, мы, если ездим на дальняк, нам нужны с собой и вещи, и продукты, сами понимаете, какая-то бутылочка воды. То есть, мы заранее знали, что здесь будут кофры, и задние, и боковые, поэтому все пропланировано. Под задний кофр мы покупали специальные... Вьючный ишачок. Да, специальный крепеж покупали для заднего кофра, поэтому все здесь продумано. И, скажем, что наше мнение по поводу мотоцикла, если кто-то хотел бы приобрести такого друга быстрого, верткого, очень недорогого в обиходе... Без проблемного. Да, без проблемного, то советую. Что именно, что... Хорошее качество. Я смотрю, цепь такая, шпицы... Почему я люблю шпицы лучше, чем диски? Диск ты ударил где-то что-то, и все, ты его не отрихтуешь, уже что там... Очень проблемно. А шпицы, я вот все время именно пальцами проводишь. Какая слабая, и оно бывает... Ту и тянешь. И оно набирает такую силу равномерно надо... Как гитаре струны. Да, именно если ты начнешь крутить шпицы все подряд, ты одну перетянешь, а другую там, ну, станет нормально. Нету колеса в тебе. Они посыпятся, они поломаются. А тогда ты... Вот, смотри. Провел. Ага, не бринкнула. Она, если слабая, она... По звуку. Звук будет такой. Бэм! Все. И надо подтянуть, и все. И вот проблем не будет. А то шпицы... Такая сила, я проверил, я, ну, сколько у меня летели эти колеса, а потом, когда я начал это делать, вот, купил новое колесо, и через пару недель раз провел, ага, там одна чуть-чуть бринкнула, раз потянул. Проблем не было вообще. Оно набирает силу равномерную и вечные колеса. Я вам отвечаю. Это проверено опытом. А если его неправильно эксплуатировать, оно развалится мигом. В общем, мы пока туда не лазили и не собираемся до 5000 километров. Будет 5000 километров, мы едем в салон, отдаем его на 3 часа, и полностью делают техосмотр и заливают новое масло. У нас парень из этого, из салона, да, именно, поставил там 4,5, и тут будет ключ мигать. Он напомнит нам, что вы уже, ребята, собирайтесь туда, именно, ну, на техобслуживание, там, именно, замена масла. Некоторые советуют, там, масло, менять, каждые с тысячу. Ну, это, знаете, как, а завод-изготовитель, вот этот, ну, говорит, что, вот, первая обкладка, щадящая, там, до 300 километров, 300 километров, надо, ну, бережно, очень бережно, там, как говорили, 35 километров, проехал, да, я стыд. 35 проехал, да, я стыд. Мы с Николаем как ехали. И вот, сегодня у нас, 19 число, как раз, 4 месяца, как мы приобрели, этого коня, ослика, верблюда, любим, любимца, Леночка, как говорили на него? Девочка. Девочка, Леночка выбирала цвет, там есть черный, но Лена выбрала этот, глаз положила на этот. Ну, как же. Да, она, как, девушка, тоже девушка, выбрала себе девчонку такую, да. Для меня это пацан, ишачок, такой, его, видите, обуздали. И не жалеем, и советуем, ну, очень хорошо. Для нас прекрасно, вот, бюджетный, неприхотливый, я не знаю, я даже не знаю, как же, Лена. Что еще надо? Так, сегодня, сегодня 19 число, и, вы знаете, у нас получается, Леночка, 19 марта, день рождения. по истечению обстоятельств, мы в июне, купили его 19 июня. Смотри на экран, что показывает. И сегодня у нас, опять же, 19 октября. Только не июня, да? Да, 4 месяца, как купили, и Леночка, ну, немножко созревает, как бы, тоже хочет обучиться, именно... да, и... О, видите, учитель говорит, хороший, терпение надо, она спешит, не торопись. О, Лена, так, вот первые шаги, я, тут надо, как говорится, рефлексы, чтобы нога, ну, именно, прощупать, чтобы нога сама вставала, безусловные рефлексы. Есть условные, безусловные, ну, короче... Смотри, камера, что-то показывает. Да, да. Короче, чтобы руки, ноги, все привыкало, вот, сцепление, это остановка, тормоз, все, все, Лена, подожди. Подожди. Так, начинай сначала, вот. Не дает. Она торопится, да. Инструктора не слухает. Так, все, Лена, Да, да, да. Включила зажигание, включила. Вот, тут, вот этот, вот, глушитель, этот, как бы... Смотри, камеру, все показывает. Угу. Так, и теперь, заводи машину, мотор. Так, и теперь, да, она уже, смотри, сейчас, включает передачу. Все, поехала, первая передача. Едем. Едем, гудим, с пути уйди. Остановка, Лена. Остановка. Все. Нейтралку. Ищем нейтралочку. Нейтралка тут проблема. Как она тяжело? Да, да. Она на пятой, ведь она не встала. Нейтралка. ты же на пятую нет. Давай, ищи. Ищи, а ну дай. Нет, я же тебе говорю, я переключила скорость. О! Все, нейтралка. А ну сама найдет. Буква Н. А ну сама. Осказывай. Да. Да, там Н появляется. Да что ж ты. Тут надо, да. Ну, Лена. Чуть-чуть. Все, нейтралка. 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 Не за пустяк. Еще не видно. Все. Ай! Вот он. Ха-ха-ха. Держи. Так, ну давай еще раз, Лена. Сиденье нажала. Передачи. Включила. И и поехала, 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 поехала. Стоп! Остановка. Все. Так, тормоз. Нейтралку не застали. Да. Ну, тыкиньшка, не все сразу солнце. А не все сразу, сразу. Страшно, но получается. По чуть-чуть, по чуть-чуть, не все сразу. Да, да. Ну, тут надо работать над рефлексами. Здорово, интересно, но страшно. Но это надо делать вдвоем на хорошей дороге. потом, потом, Витя, сзади сядешь, да, Витя? Ну, да. Держать будешь мои руки, а я буду, ну, сама это, да? Да. Все, выключай. Первый урок прошли. Оценка два с плюсом. Ну, не, ну, что, первый урок есть первый урок. Тут еще оценивать рано. Все, мы выезжаем с экскурсии, еще раз вид снимем. Это вид нашего города сверху, получается. Он весь остался за. Тут вот гора вниз, и начинается город, а мы за городом. Такие красоты. Все, выезжаем домой. Город утопает вроде в зелени, даме. Да, да. Красиво.